21 января 1924 года скончался в усадьбе горки Владимир Ильич Ленин. За моей спиной находится памятник знаменитого советского скульптора Сергея Меркурова, похороны вождя. От этого памятника идет траурная аллея, по которой холодной зимой 1924 года тело Владимира Ильича несли к железнодорожной станции. В эту памятную дату в горках Ленинских состоялось возложение цветов к монументу Владимира Ильича Ленина. В память вождя пролетариата пришли почти директор музея-заповедника Олег Хромов и депутат Московской областной думы Александр Наумов. Рядом в музее кабинета квартиры Ленина в Кремле прошло открытие первой выставки, организованной в рамках проекта «Ленин-2020». Сегодня, в день памяти основателя советского государства Владимира Ильича Ленина, в музее кабинет и квартира Ленина в Кремле мы открываем выставку «Территория памяти. Как нас учили скорбить». В небольшом зале представлены подлинные предметы из коллекции музея-заповедника – опись венков, пропуск мавзолей на имя Марии Ульяновой. В центре выставки представлена небольшая брошюра с названием «Вечер памяти Ленина в рабочем клубе», которая была издана в начале февраля 1924 года. Именно она стала идейным толчком всей экспозиции, ведь в ней даны рекомендации для организаторов вечеров. Там предлагалось прочитать доклад о Ленине, о его жизни, о его роли в парке, знательстве государства, прочитать стихи, стихи были напечатаны в этой брошюре, можно было исполнить песни. Так как это рабочий клуб, то там были кружки, и каждый кружок мог свое творчество на этом вечере проявить. Как замечают организаторы, на стенах нет ни одного лишнего слова. Все это стихи и лозунги тех лет. На вопросы гостей работники и директор музея-усадьбы отвечали с удовольствием. Они знают, что отношение к личности вождя может быть разным. Однако его наследие бесспорно велико. Мы видим, что роль Владимира Ильича Ленина, она действительно велика. Масштаб его личности огромен, потому что он мыслитель, который рождается, пожалуй, очень редко в нашей столетии. Выставку «Территория памяти. Как нас учили скорбить» все желающие могут посетить до 15 апреля. Организаторы делятся. Такие даты здесь не случайны. Мы не зря выставку, которую сегодня открыли как «Территория памяти», заканчиваем накануне дня рождения Владимира Ленина, 15 апреля. Для того, чтобы подготовить следующую выставку, посвященную уже человеку, который родился. Выставка «Территория памяти» входит в проект «Ленин-2020», в рамках которого в ближайшее время в усадьбе планируют организовать также масштабную конференцию, посвященную личности Владимира Ильича. А в это воскресенье лекцию «Политическое завещание Ленина» для всех желающих. Александра Столярова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.